Всем привет дорогие друзья, с вами канал Игрополка и сегодня мы посмотрим с вами на настольную игру Остров Сокровищ. В данной настольной игре один из игроков возьмет на себя роль пирата долговязого Джона Сильвера, который знает где спрятан клад, а остальные игроки будут выступать в роли мятежных пиратов, членов бывшей команды Джона Сильвера и их задача будет во-первых выяснить где спрятан клад, а во-вторых этот клад найти. Это будет конечно не просто, так как Джон может вести свою бывшую команду по ложному следу, ведь он только и ждет удобного момента для побега, чтобы самому добраться до спрятанных сокровищ. И интерес в данной настольной игре вызывает не только сам игровой процесс, но и то с помощью чего он реализован. И здесь идет речь как о самих механиках игры, так и об игровых компонентах. Нас встречают правила игры. И игровые компоненты, как вы можете видеть, они ламинированные. А потому что в процессе игры мы будем на них чертить, рисовать и делать всевозможные пометки. Это у нас карты. Так, давайте посмотрим на данные компоненты игры. Итак, у нас есть так называемые подсказки, с помощью которых Джон Сильвер будет сообщать своей команде подсказки относительно того, где спрятан клад. Такая у них рубашечка в виде старой потертой бумаги. Сами карты, я даже не знаю их назвать картами или жетонами под тайлами, потому что для карт они, конечно, толстоваты, а для тайлов они тонковаты. Что-то среднее, но сделано интересно. Итак, это начальные подсказки. А вот с такой рубашечкой называется подсказки черная метка. И всего в игре 7 начальных подсказок и 11 подсказок черная метка. Далее, вот таким образом выглядят подсказки область. На них изображено игровое поле и отмечена определенная область. А с помощью данных подсказок Джон Сильвер будет сообщать пиратам, где сокровища не находятся. То есть в какой из областей сокровища нет. Далее, здесь у нас также подсказки. Далее, здесь подсказки и вот такой игровой компонент. Это подсказка Компас. Указывает на север и еще на два направления. Опять же, с помощью данной подсказки Джон Сильвер будет сообщать информацию своей бывшей команде. И еще здесь у нас подсказки и подсказки Компас. Их 8. Осталось посмотреть вот на данные. Это уже их смело можно назвать жетонами, потому что они толстенькие. Вот так выглядит жетон достоверности. С одной стороны изображена у нас сургутная печать с черепом, а с другой стороны у нас или значок, который означает, что какое-то утверждение верно. А вот это будет означать, что утверждение неверно. Блеф, так сказать. Далее, я так понимаю, что это линейка. Это маленькая линейка, с помощью которой мы будем чертить. Поэтому мы ее отложим в сторону. Это жетон сокровища. То есть, именно это сокровище и спрятал наш Джон Сильвер. Далее, еще жетоны достоверности. Всего их 8. Получается, раз, два, три, четыре, пять. Шесть указывают на правду. И два указывают на то, что утверждение является блефом. Есть еще шесть жетонов сундуков. И сзади у них есть пояснение. Это непосредственно сам жетон. И описано, что он означает. Итак. Такие же жетончики. И вот это сундук. Сундук с сокровищами. Давайте попробуем его собрать. Вот такой получился сундучок, в котором Джон Сильвер спрячет свои сокровища. А мы с вами переходим дальше. К игровым компонентам. Это двусторонний планшет календаря. Тоже заламинирован. Вообще, все блестит на свету. Он двусторонний под разное количество игроков. То есть, на этой стороне у нас выходит один пират и один Джон Сильвер. То есть, для двух игроков и для четырех игроков. Три пирата и один Джон Сильвер. А с этой стороны, как говорился, наверное, для четырех игроков два-четыре игрока. А с этой стороны три-пять. То есть, два пирата Джон Сильвер и четыре пирата Джон Сильвер. Вот здесь Джон Сильвер будет выкладывать подсказочки. Это те, что мы с вами видели в начале игры. Ой, в начале видео. А это календарь. Здесь будут фишки пиратов. И каждый раз, когда фишка перемещается на определенный день, будет разыгрываться, например, вот здесь будет разыгрываться подсказка. Здесь определенные события. И так далее. И дальше идет у нас игровое поле. Давайте его разложим. Двустороннее игровое поле. Оно большое. Вот данная сторона, как вы видите, немного отличается. Здесь идет небольшое изображение, похожее на бумагу. Это под наш календарь. И с этой стороны будет сидеть Джон Сильвер. Само поле яркое, красочное. Естественно, тоже зламинированное. И оно передает атмосферу солнечного острова. Играть на таком поле будет одно удовольствие. На обратной стороне поле имеет более, скажем, приближенный к реальной жизни вид. То есть это как схематическая карта. Что, хочу заметить, тоже будет передавать атмосферу, но уже не яркого, красочного, острого, а атмосферу пиратской тематики. Того, что вы ищете клад. Правильно сказать, в данном случае, на карте. Давайте вернем на яркую, красочную сторону. И посмотрим, что у нас еще есть. Циркуль. Давайте его просто достанем. Это липучка. Она как раз прилипла к пакету. Это резиночка. И пока просто отложим в сторону. Дальше у нас идут это двусторонние ширмы. Четыре. Вообще их пять. Четыре для пиратов. И одна для Джона Сильвера. Давайте с ней начнем. Вот так у нас в игре выглядит Джон Сильвер. Ширмы большие. Они позволяют скрыть многое. И это нужно в игре. Например, за ширмами будут прятаться мини-карты. История. Или описание нашего долговязого Джона Сильвера. Дальше пояснение по компонентам, которые Джон Сильвер использует в игре. Итак, это первая ширма. Дальше. Ширмы пиратов. Пираты имеют название. И по-моему в зарубежной версии игры имен я не видел. Только в локализации появились вот эти названия. Энн Бонни. Также идет у нас описание нашего пирата. Дальше подсказки по действиям, по возможным действиям. Это три основных действия в игре. И это подсказки по специальным действиям. У каждого пирата, да? Давайте посмотрим, они... Да, у каждого пирата они, получается, свои. Итак, первый пират. Джим Хокинс, второй пират. Оливье Левосер. Третий пират. Ну, ширма, естественно, представляет собой полноформатную картинку. Надо было эти тоже посмотреть, да? Вот так. Вот так. Самая красочная картинка. Потому что яркие цвета побережья. Ну, а Джон Сильвер у нас сидит в темнице. И последний пират. Шарлотта де Берри. А тоже яркая, солнечная картиночка. Потрясающие иллюстрации. Ну, очень красиво всё это смотрится. Мне очень нравится. Зачем нам ширмы? Потому что игроки будут... Это как бы не кооперативная игра, а полукооперативная. Все вместе. Вернее, там четыре пирата против одного Джона Сильвера. Но при этом победитель среди пиратов будет один. Четыре мини-карты для пиратов. На них они будут делать свои пометки. В тайне друг от друга. Поэтому и нужны ширмы, чтобы совершать действия в тайне друг от друга. Такой тип карты. И вот разлинованный по квадратикам. Кому-то, возможно, будет так удобнее рисовать. Естественно, всё ламинирует. Дальше. Давайте их далеко убирать не будем. Вот это мини-карта для... Чуть-чуть согнулось у меня. Мини-карта для Джона Сильвера. Она отличается тем, что сбоку есть область для заметок, на которой он может делать свои пометки. Точно так же такая карта и карта разлинованная. Дальше есть у нас четыре листа персонажей. Эти уже ламинированы. Вот это нет. А ширмы были не ламинированы. Это картон. А листы персонажей, уже на них можно будет делать пометки. И здесь как раз описаны действия, особые действия. И, наверное, обратили внимание, на некоторые действия их было написано один раз за игру. Один раз за игру. Выполнили действие, пометили. Что вы его сделали, больше делать нельзя. Два раза за игру. Две пометочки. Это для удобства. Дальше есть четыре двухсторонних листа для записи. Это для пиратов делать пометочки. Что у нас еще здесь есть? Шерчежные принадлежности. Линейка. Каждая принадлежность еще дополнительно упакована в пакетик. Итак, линейка уже большая. Напомню, что было две маленьких. Размером девять. И это для мини-карт. Адаптированный размер линейки для мини-карты. А это линейка для большой карты. Компас. Большой. Компас. Маленький. И два кольца. Это большое кольцо и малое кольцо. Мы их попозже посмотрим обязательно. И что у нас осталось? Остался на дне коробочки монетка. Кстати, сделана коробочка из жесткого картона. Это необычный ложемент. Он довольно жесткий, плотный картон. И выглядит, конечно, потрясающе. И это не все. А чувствуется, что здесь спрятано что-то еще, как минимум, по весу. И здесь есть потайной отсек. Вот так. Достаем то, что спрятано в потайном отсеке. И все золотишко. Вот оно. Спрятано как раз в потайном отсеке. Закрываем. Потрясающая просто коробочка. Что у нас там есть? Пять маркеров. Черный для Джона Сильвера. И четыре цветных для пиратов. Это мы обязательно все пробуем в деле. Четыре фишки порядка хода. На эти фишки надо будет наклеить наклеечки. И осталось у нас четыре миниатюры. Они маленькие. Сходу, наверное, как в игре Runebound, даже, наверное, меньше. Хотел сказать, давайте измерим, да, но у нас линейка... В чем у нас линейка? Давайте посмотрим подсказку. Шесть миль. В милях линейка у нас. Не подойдет такое сравнение. Так, ну, давайте просто посмотрим всех пиратов. Первый пиратик. Я бы даже не стал их красить. Вообще, можно покрасить. Будет интереснее. Но они, как бы, каждый своего цвета обозначают принадлежность игроков. Второй пиратик с богатой сумкой за спиной. Третий пират. Колчал со стрелами, по-моему, за спиной. И четвертый пират. С такой шикарной шляпой с перьями. Эти миниатюры, эти фигурки будут отмечать, ну, вообще, то место, где находятся у нас пираты. Вот красный здесь. Здесь есть крестики, помеченные цветами. Вот красный, например. Вернее, надо смотреть не на крестики, а на цвет круга желтый. Каждый пират начинает в своем месте. Хотя цвет крестика тоже, видно, синий. И остался у нас, вот он, зеленый. Так, и сам Джон Сильвер остался у нас. Поставим его в темницу. Ну, и теперь, когда все чертежные принадлежности вместе, собраны в одном месте, точнее. Давайте опробуем их. То есть на карте можно свободно рисовать. Вот у нас отмечаем стартовое положение первого нашего пирата. И, например, пират передвигается на 3 мили. Передвигается он, получается... Давайте здесь есть чертилы. Хоть вот сюда, да? Вот так вот. Раз, передвинулся на 3 мили. И отмечаем новое положение пирата. Да, сделано очень интересно. Черный маркер Джона Сильвера ставим. Или, например, данный пират у нас пошел на... 6 миль. И ушел вот сюда. Здорово! Я получаю реальное удовольствие, рисуя здесь. Так, маркер. Закрепим его здесь. Хотя он крепится и без резинки хорошо. Это, наверное, резиночка, чтобы закрепить циркуль, чтобы он, когда вы его храните, не шатался. Есть присоска, да, у циркуля, потому что все-таки, когда мы рисуем какой-то круг или что, циркуль же должен оставаться на определенном месте. И, например, определенного радиуса нам нужно нарисовать круг. Ну, пусть это будет круг в 6 миль, да. Ставим. Закручиваем. И рисуем круг. То есть, например, подсказка говорит о том, что сокровище находится в радиусе 6 миль от, идеально просто, круг, от вот этого места. И мы обозначили кружок. Здорово! Так, циркуль работает прекрасно. Линеечка. Компас. Малый. Давайте достанем. Скорее всего, используется на мини-картах. Здесь есть прорезь. Вот, например, карта Джона Сильвера. Да, вон там Джон Сильвер находится вот здесь. Так, а вот. Ну, стирается легко. Думал, здесь тоже прорезь есть. И, например, направление можно раз, два указать на карте. Да, можно спокойно рисовать на мини-картах, на заметках. Джон. Все это потом стирается. Единственное, что в игре нет, конечно, стерок. Я их не... Ну, не то, что не видел их. Ну, нет, просто. Есть большой компас. Например, мы играем за данного персонажа. И нам дали подсказку там в каких-то направлениях что-то есть или что-то нет. Можно надеть компас вот так на своего героя. И давайте черным, чтобы было видно. Да, можно отметить определенное направление. То есть вот это у нас будет, получается, южно... Ну, компас я приложил неправильно, да, у нас на... Вот так должен указывать. Он на юг, на юг. Да, получается здесь северо-западное направление, я отметил. И вот, например, вот это направление у нас восточное. Вот так. Еще есть два круга. Это для поиска сокровищ. Обыскиваем маленькую территорию и обыскиваем большую территорию. Например, я по подсказкам предполагаю, что сокровище... Ну, вот я пришел сюда и предполагаю, что сокровище находится где-то здесь. Я решаю совершить действие обыск. При этом я совершаю обыск с использованием большого кольца, да. Я убираю, вот здесь крестом обозначено, где я нахожусь. И обыскиваю, например, вот эту область. Вот она. Обвожу внутренний радиус круга, да. И вот видно, что я обыскал вот эту территорию. Например, спрашиваю, сокровища здесь есть? Джон Сильвер говорит, нет. Сокровища там нет. Ну, и можно даже на карте вот так пометить, да, что вот эта область. Ее обыскал один из пиратов. И здесь сокровища точно нет. Здорово. Все рисуется. И ощущения, самое главное, они просто потрясающие от этих действий, которые ты совершаешь. И сегодня мы посмотрели с вами на настоящее сокровище. Содержание не просто богатое, но и очень интересно. Это одна из тех игр, которые хочется немедленно опробовать в деле. Потому что безумно любопытно, мне интересно, как все это будет работать. И маленький искатель сокровища, который сидит внутри меня, хочет скорее взять в руки циркуль, линейку, компас и отправиться на поиски сокровищ. Надеюсь, что данное видео было интересным, а самое главное, оно было полезным. Если так, я очень рад. А на сегодня всем спасибо за просмотр. Играйте в игры и всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok